Городу присвоили звание города трудовой доблести. Как вы считаете, отразится ли это как-то на жизни колымчан? На жизни колымчан не знаю, отразится нет, но чтобы молодежь смотрела и знала, чем занимались старики, деды, отцы, конечно, гордость за наш город. И лучше должны работать. Память предков, люди же тоже трудились. Сколько все-таки и золота добывали, и самолеты строили. Я, например, знала таких людей, как Читобойко, которые отдали свои деньги, личные сбережения на танк. И на этом танке воевали, да. И с Бойко я работала вместе когда-то, но это было очень-очень давно. Поэтому просто я так думаю, что эта гордость должна быть у каждого. Ой, ну это обязательно хорошо, что это сделали, но на жизни горожан, мне кажется, это никак не отразится. Я думаю, что должно отразиться на жизни горожан, но в какую сторону, пока никто не знает. Я не считаю, что это отразится каким-то более лучшим образом, чем сейчас это все отображается вообще. Смотря на эти массы, которые только работают и только отдыхают, вот. Куда лучше, куда больше. Рабочий класс, он не перестает быть. Люди должны прежде всего об этом узнать, для того, чтобы это как-то отразилось. Ну и гордиться тем, что они достигли такого звания. А все-таки если отразиться, то в каком ключе? Ну, сложный вопрос, конечно, вы задали мне. Ну, наверное, ну, только гордость за свои достижения, наверное. Я думаю, так. Я думаю, навряд ли это как-то изменит отношение к труду у людей. Ну, если будет работать начальство как положено, то вот так будет. А если будет так вот, вот так, то ничего хорошего не получится, если будет думать только о себе, а не о колымчанах.